напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вспомним любимые наши фильмы с леонидом куравлёвым и так что с хамой брутом сделала старая ведьма у которого бурсаки остановились на ночлег в кинофильме вии а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео по сюжету фильма три бурсака отправились на каникулы по дороге они заплутали в темноте и попросились на ночлег на отдаленном хуторе один из бурсаков хама брут по странной воле старухи хозяйки получил место для ночлега в хлеву готовясь в темноте ко сну хама был напуган неожиданным визитом хозяйки а та вскочила на него и летала на нем над полями и буераками какое военное звание было у айсмана которого сыграл леонид куравлёв в советском сериале 17 мгновений весны курт айсман аберштурмбан фюрер сс в фильме у айсмана пиратская повязка на глазу и строгие понятия о чести когда мюллер просит айсмана порыться в досье штирлица чтобы найти доказательства его неблагонадежности тот не берется за такое грязное дело он объяснил это тем что хорошо знает штирлица работал с ним с испании был свидетелем его мужественного поведения во время бомбардировки в смоленске какое чп привлекло внимание спартака молодцова в комедии гайдая опасно для жизни спартак молодцов которого играет леонид куравлёв человек который не может пройти мимо из-за этого он постоянно попадает в разные истории так однажды утром он обнаружил оборванный провод высокого напряжения и опоздал на работу на месте брошенного провода с ним происходит масса забавных историй кто озвучил робинзона которого сыграл леонид куравлёв в фильме жизни удивительные приключения робинзона круза робинзона в фильме жизни удивительные приключения робинзона круза озвучил актер алексей концовский игравший роль принца в фильме золушка он дублировал достаточно много известных фильмов озвучивал мультфильмы За задумкой режиссера Говорухина, в фильме зрители не должны узнать Куравлева, так как за ним закрепился шаблон парня Простака. Из-за этого и изменили голос Куравлева в фильме. Сколько лет было герою Леонида Куравлева в комедии Афони? В эпизоде фильма, где милиционер подозревает Афоню в использовании чужого паспорта, в документе видна его дата рождения 25 августа 1941 года, значит в 1975 году, а это год съемок фильма, Афоне было 34 года. Какая фамилия была у жениха Володи в кинофильме Леонида Гайдая не может быть. В третьей части комедии не может быть молодой жених Володя Завитушкин, поторопившийся с предложением руки и сердца, приходит с опозданием на собственную свадьбу, где никак не может узнать свою невесту Катерину. Дело в том, что до этого он не видел ее без пальто и шапочки, из-за чего возникает ряд скандалов. В итоге на следующий день после свадьбы Завитушкин идет в ЗАГС и разводится с новоиспеченной женой. Что украли Паниковский и Балаганов у Корейка в комедии «Золотой теленок»? В фильме Паниковскому, у которого играет Зиновий Герт, приходит в голову мысль, будто Корейка держит свое богатство в двухпудовых гирях. Старик уверен, что гири золотые. Он подговаривает Балаганова, которого играет Леонид Куравлев, выкрасть их и распилить, не ставя Бендера в известность, но испытывает разочарование. Гири оказываются самыми обычными. Кого играл Леонид Куравлев в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона?» 20 век начинается. В новом веке появились новые, куда более опасные преступники, замешанные в политике и международных отношениях. Европа оказалась на грани крупной войны. Пчеловод-пенсионер Холмс и его друг-врач Ватсон снова возвращаются к былой деятельности, чтобы проникнуть в сеть немецких шпионов-фальшивомонетчиков, действующих в Англии. В фильме Леонид Куравлев играет фон Борка, немецкого шпиона. Как звали коллегу инженера Нади Клюевой в конструкторском бюро научно-исследовательского института, которого сыграл Леонид Куравлев. У инженера конструкторского бюро Ни и Нади Клюевой максимум общественные, но минимум личной жизни, хотя ей уже за 30. Выбор падает на модного красавчика-меломана Володю Смирнова, коллегу Нади, любимца дам. На Надю обращают внимание и другие ее коллеги, Леша Пряхин и Миша Дятлов, которого играет Леонид Куравлев. Обоих Нади даже не рассматривает в качестве возможных вариантов, первый слишком прост, а у второго семья. Где работал Леонид Шиндин, которого играет Леонид Куравлев, в кинофильме Татьяны Леозновой Мы ниже подписавшиеся. Мы ниже подписавшиеся – это социальная производственная драма по одноименной пьесе Александра Гельмана. Приемная комиссия в составе трех работников обл. полкома отказалась подписывать акт о приемке хлебозавода, построенного СМУ «Сельхозстрой» из-за недоделок. Леонид Шиндин, главный диспетчер СМУ, в поезде пытается убедить комиссию, что акт нужно подписать, так как завод печь хлеб может. В каком городе происходит событие в детективном фильме «Ищите женщину»? «Ищите женщину» от французского выражения «Черчес Ла Фам». Это детективный комедийный фильм, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1982 году режиссером Аллой Суриковой по французской адаптации пьесы «Миссис Пайпер» ведет следствие. События фильма происходят в Париже в канун Нового года, а инспектор криминальной полиции месье Анри Гранден, которого играет Куравлев, ведет запутанное расследование в одной из нотариальных контор. Какое было прозвище у Пашки Колокольникова в кинофильме «Живет такой парень»? Главный герой фильма «Живет такой парень» – молодой парень Пашка Колокольников по прозвищу «Пирамидон», который работает шофером и водит грузовую машину по Чуйскому тракту. Мечтательный, жизнелюбивый, немного простоватый, он живет с распахнутой миру душой, и на пути ему встречаются разные люди и разные приключения. Как звали члена инопланетного экипажа, которого играет Леонид Куравлев в фильме «Эта веселая планета»? В фильме «Команда инопланетян с Альфы Центавра, с именами X, Y и Z, прилетают на Землю и попадают на празднование Нового года в клубе одного из советских НИИ в Академгородке. Инопланетяне уверены, что немедленно станут центром внимания, но поскольку все в карнавальных костюмах, никакого ажиотажа их появления на праздновании Нового года в Доме культуры не вызывает. Леонид Куравлев играет в фильме «Инопланетянина Y». Кто в фильме «Место встречи изменить нельзя» играет в бильярд за Леонида Куравлева, исполнившего роль вора Вальки Копченова. Во время съемок сцены в бильярдной, где Жеглов разговаривает с Копченым, выяснилось, что ни Высоцкий, ни Куравлев прежде не играли в бильярд и не умели правильно держать кий, поэтому все удары за них выполнял один из местных мастеров, серебряный призер Кубка СССР по бильярду Одессит Владимир Иванов по прозвищу Фриц. Какую роль сыграл Леонид Куравлев в советском историческом фильме 1983 года «Демидовы»? В фильме Леонид Куравлев сыграл роль Александра Даниловича Меньшикова, государственного и военного деятеля, генералиссимуса, ближайшего сподвижника и фаворита Петра I. В каком кинофильме Леонид Куравлев предстал в таком образе. В таком образе Леонид Куравлев сыграл роль бродяги Томаса Марвела в фильме «Человек-невидимка». Это советская экранизация романа Герберта Уэллса. По сюжету молодой ученый нашел рецепт как сделать тело человека невидимым. В результате научного эксперимента он сам становится невидимкой. Сколько слитков золота нашла бригада Папашина при разборе заброшенного дома в кинофильме раз на раз не приходится. В фильме Папашин, его играет Армен Джигарханян, Романов, его играет Леонид Куравлев и Измайлов, его играет Борис Брандуков, наладили продажу различного хлама из заброшенных домов, и в дымоходе находят шесть золотых слитков. Герои не стали сдавать золото государству, а почесав затылок, каждый решает самостоятельно сбыть золото и неплохо на этом заработать. Только вот в условиях советской действительности сделать это непросто. Роль кого сыграл Леонид Куравлев в кинокомедии «Ты мне, я тебе». Ты мне, я тебе. Советская кинокомедия с Леонидом Куравлевым в главной роли, снятая Александром Серым в 1976 году. Куравлев в фильме сыграл роль двух братьев Ивана и Сергея Кашкиных. Иван – проныра с нужным списком людей к дефициту, а Сергей – добропорядочный работник Рыбнадзора. Из какого плена Иван-царевич освободил царя Амфибрахия, которого сыграл Куравлев в сказке «На золотом крыльце сидели». А пока идет отсчет времени поставьте лайк видео. По сюжету было у царя Федота три сына – Павел-царевич, Петр-царевич и Иван-царевич. По соседству находилось Тридесятое королевство, царь которого – мореплаватель и плотник Амфибрахий, пропал в море. К дочке царя Амфибрахия начали свататься сыновья царя Федота, и она дала задание женихам освободить ее отца из плена морского царя, которого играет Диновий Герд. Иван-царевич успешно справился с заданиями и женился на дочке Амфибрахия. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. В каком кинофильме, показанном на фотооткрытках в данном ролике, снимался Леонид Куравлев? Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа. В каком кинофильме на фотооткрытках снимался Леонид Куравлев? Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.